Здравствуйте, уважаемые подписчики! Давно мы с вами не говорили на жизненные темы. И сегодня я хочу поговорить об очень важном вопросе, который касается больше подрастающего поколения, но периодически затрагивает и людей уже очень взрослых, зрелых. Это ношение и применение оружия. Всякого оружия. Холодного, огнестрельного, какого угодно. Дело в том, что в нашем обществе, где нормальное воспитание отсутствует, и зачастую нормальные трезвые взгляды на окружающую действительность тоже, очень много сложилось таких тенденций, что подростки стремятся все ходить с какими-нибудь предметами, с ножами, со всякими кастетами. Каждый, каждый мечтает о пистолете, кроме самых-самых таких ботаников. Каждый мечтает о пистолете обязательно. То есть, понимаете, при возможности это все раздобывается, все это носится, периодически применяется, часто в нетрезвом состоянии. Так вот, хотелось бы разъяснить, что в этом вопросе можно делать, а что нельзя. То есть, ну, вообще вот так поговорить об этом, расставить немножко точки над «и». Как стоит себя вести, как не стоит, чего стоит опасаться. Итак, в первую очередь, давайте разберемся, что является оружием, а что не является. Дело в том, что многие привыкли думать так. Оружие – это пистолет, пулемет, гранатомет. Все, нож – тоже оружие. Но здесь уже, как бы, однозначное мнение распадается. Там люди начинают думать, не понимать, там, ой, оружие, не оружие. Дело в том, что, когда речь идет, оружие это или нет, здесь есть два фактора оценивающих, да, два критерия. Первое – это помогает оно вам или нет в реальном бою. То есть, ну, если помогает, вы можете для себя считать это оружием. А второе – это юридический аспект. То есть, будут ли вас судить за это, как за оружие. Так вот, я хочу сказать об этом, остановиться на этом подробно. Пожалуйста, вы не думайте, что за пистолет вас будут судить, как за оружие, если вы кого-нибудь им застрелите или раните. А там за что-то менее опасно выглядящее, как там кусок металлической трубы, не будут. Дело в том, что с точки зрения закона, с точки зрения уголовного права, любой предмет, который был задействован, как холодное оружие, которое обладает достаточными для этого физическими, там, механическими свойствами, любой предмет будет расценен, как холодное оружие. Я объясню, почему. То есть, это любой камень, там, может быть, если вы ударили человека, или заточенная монета, если вы этой монетой порезали человека. Пожалуйста, только не надо все сразу бежать, бордюр затачивать монеты и носить их в кармане. Это я так, к слову, сказал, но не нужно этого делать. Потом, ну что это может быть? Вязальная спица, там, или японская игрушка йо-йо, которая там когда-то, там, сколько-то там лет назад очень популярна была, вот, примененная не по назначению. Это все может быть холодным оружием. Почему? Потому что в ситуации, где вы применили этот предмет, вы нанесли человеку вред, там, вред здоровью, там, либо вообще убили его. Ну, вот вы нанесли вред, который вы не могли бы нанести ему голыми руками, используя возможности только своего тела. То есть, вы усилили, там, какой-то возможный наносимый эффект именно вот этим предметом, что привело, там, к тяжелым последствиям. Вы понимали эту ситуацию, осознанно на это пошли. То есть, вы применили, там, вязальную спицу, как холодное оружие, вы проткнули человека. Это будет вещественным доказательством. Это будет все запротоколировано, зафиксировано. И вас будут судить за вот, за применение в этой ситуации. То есть, это будет серьезным, отягчающим обстоятельством. Судить вас будут за, в принципе, нанесенный вред, да? Но вот применение будет отягчающим. И так, понятно, да? То есть, перед законом, в какой-то конкретной ситуации, вот, в какой-то стычке, даже поднятый с земли кусок кирпича, он будет, может быть, за вами потом записан, как применение холодного оружия. Поэтому нужно быть осторожным. Вот, и нужно очень хорошо думать, что вы делаете. Дальше. Давайте подумаем, что вообще люди вот носят, что выбирают, какие предметы, да, использовать в качестве оружия. Это могут быть, например, ножи. Про ножи вот все-таки хочу остановиться, да, люди думают. Оружие, не оружие, оружие, не оружие. Вроде не оружие. Ну, вот, если я из дома, ну, из одной квартиры в другую, несу кухонный нож. Несу его при себе. Я не хотел его нести в пакете, а несу его под курткой. Но кухонный нож не является холодным оружием, правильно? Его не нужно нигде регистрировать. И если вас остановит милиция, ну, милиция в Украине, полиция в России, то дальше неизвестно. Ну, средний гражданин обычно не знает, что происходит дальше. То есть, остановит, там, обнаружат нож, скажут, спросят, то есть, что это такое, на каком основании вы носите оружие. И человек начинает заикаться. Оружие, не оружие, что это? Ну, я просто несу. А, ты просто несешь. Просто в другую квартиру. Ну, конечно, конечно. У нас таких, знаешь, сколько? Каждый вечер. Здесь у нас 30 человек вот таких просто несут. Вот, и 10 из них приносят. Вот, в животах у кого-то остаются эти ножи. Вот. Дело в том, что есть перед законом список технических характеристик, которым должен соответствовать нож, чтобы являлся официально оружием. То есть, оружием, на которое 100% нужно разрешение, его нельзя с собой носить. Я не знаю, как в России, по крайней мере, в Украине законодательство предусматривает для ножа 32, насколько мне говорили. То есть, эта информация моя, ну, не из первых уст. Это мне передавали люди, которые что-то знают об этом, как бы нормально знают. Но могло что-то измениться, могли люди немного заблуждаться. Поэтому, пожалуйста, не акцентируйте на этом в комментариях. 32 технических критерия, которым должен соответствовать нож, чтобы быть оружием. Если он не соответствует хотя бы 2 из 32, он оружием не является. Поэтому, в продаже, в любом городе, в любом, вы можете зайти в охотничий магазин или в что-то подобного рода, какой-нибудь военторг. Вы можете увидеть целое разнообразие, россыпь целую, ножей, которые будут разной дороговизны, там, из разной стали. Многие из них будут стоить хороших денег. И дело в том, что, да, действительно, с помощью многих из этих ножей вы сможете нарезать консервную банку, как, ну, проще, чем кусок хлеба. Но вам дадут что-то вроде технической справки к этому ножу, когда вы его купите, где будет написано, что холодным оружием он не является. Соответственно, вы можете его носить с собой до тех пор, пока... Ну, сейчас я отдельно коснусь этого вопроса, сейчас обсудим другие, другое оружие, которое вы можете носить. То есть, что еще бывает? Бывают газовые пистолеты, которые работают на сжатом газе. Бывают травматические пистолеты, да, то есть, которые могут... Ну, то есть, они стреляют там пулями не свинцовыми, там, а резиновыми. Вот, то есть, действительно, иногда изредка-изредка можно даже убить таким, из такого пистолета, но в основном, да, все обходится травмами просто. Электрошокеры люди носят. Хочется остановиться на электрошокерах. Дело в том, что многие, ну, испытывают такую иллюзию, что вот есть электрошокеры в продаже, закажу-ка я через интернет, вот буду ходить, и все, у меня надежная защита. Дело в том, что эта надежная защита практически никогда не подействует, если это такая коробочка компактная у вас в руках. Потому что на электрошокере контакты, как правило, выведены, вот, да, впереди там на торце. Два контакта, они торчат очень незначительно. Когда вы человека через одежду хотите поразить этим электрошокером, то, ну, понимаете, это очень трудно сделать. То есть, если он у вас находится в кармане, вы туда полезли, вам там нужно блокиратор снять, там, кнопочку потом нащупать, нажать правильно, чтобы он в руке оказался сразу. Если он в кармане, то вам одной рукой, если он там не так повернут, вам надо очень быстро одной рукой там разобраться, повернуть его как нужно, пальцем кнопочку нащупать. Ведь если вы его вытащите раньше времени, у вас его выбьют из руки. Вот, и потом нужно к человеку прикоснуться, понимаете, то есть, плотно придавить его через одежду. Нужно, чтобы контакты выступали очень хорошо. То есть, вам нужно долго-долго выбирать в интернет-магазине, когда вы заказываете. Электрошокер максимальной мощности, который там будет указано, сколько миллиметров одежды он может пробить своим зарядом. Вот, и чтобы его контакты, как бы, торчали, чем больше вперед, тем лучше. Чтобы вы могли реально, как бы, человека, ну, нанести человеку ущерб. Потому что, если зимой кто-то на вас напал, но вы в пальто и он в пальто, вы просто этим электрошокером, ну, ничего не сделаете, понимаете, ничего. Более того, если кто-то очень активно там дерется и на вас бросается, то вы тоже ничего не успеете сделать этим электрошокером. Поэтому, я рекомендую, есть такие в продаже, они выглядят по форме, напоминают, ну, что-то вроде полицейской дубинки, да, демократизатор так называемый. То есть, это рукоятка, там петля одевается на кисть. То есть, если вам нужно где-то пройтись по темной улице, то без проблем идите. Именно вот так. Если действительно опасно, то есть, это вы не повыделываться решили, а, ну, действительно есть основания бояться за себя. Вы хотите где-то пройтись? Да. Петля на запястье, то есть, и вот рукоятка в руке, и вот длинная такая штука, вот именно вроде полицейской дубинки, может, чуть поменьше просто. Дальше вот она так продлевается. И дело в том, что такая штука хороша тем, что, во-первых, ею удобно более издали, как бы, человека достать, а, во-вторых, нужно выбрать такую, они, как правило, так делаются, что защита от захвата, то есть, если кто-то схватит вас, да, за эту же, как бы, дубинку, да, где на торце только контакты, и потащит на себя, вот, то там сделано хитро. Контакты, которые выведены вперед, они же дублированы и вдоль по длине всей вот этой вот, ну, как бы, дубинки, да, дублированы, проведены контакты вдоль, то есть, пока, ну, никто не трогает ее, то заряд происходит, ну, разряд, вернее, происходит только на торце, да, вот, между контактами электрическими. А если рукой вы схватите, то, получается, все это через вашу руку пройдет. То есть, ну, нельзя его перехватить. Очень-очень сильно ударит током. Ну, хорошо. То есть, короткая рекомендация по электрошокерам прозвучала. Есть еще огнестрельные револьверы системы Флабера. Что такое револьвер Флабера? Выглядит абсолютно как настоящий револьвер. То есть, выполняется специально, как бы, реплика настоящих моделей. Но, калибр там, ой, господи, что-то из головы вылетело. Пожалуйста, напомните мне сами, какой там калибр. Ну, в общем, совершенно небольшой калибр. 5 миллиметров, по-моему. Туда заряжается... Ну, в общем, патрон состоит из гильзы, с заряженной в него дробинкой. То есть, одна дробина, ну, такая, достаточно крупная. Но, понимаете, то есть, убить ею довольно трудно. Скорость... Скорость вылета ее из ствола пистолета... Ну, я не помню, там, где-то около 180 метров в секунду. Вообще, в продаже... Нет, может быть, чуть больше. Но в продаже я не помню ничего, вот, из разрешенных видов, что было бы более 220 метров в секунду. Дульная скорость. То есть, только дозвуковые... Скорость звука 340 метров в секунду. Только дозвуковые вот такие вот скорости могут быть вообще, в принципе, разрешены. Ничто, что стреляет там 400 метров в секунду, летит там этот боеприпас. Ничего это законом не будет разрешено в свободном ношении. Вот как... Ну, легально, как бы, без разрешения на ношение оружия. То есть, уже, если вы в органах соответствующее разрешение выбьете, да, какое угодно можете оружие носить. Ну, не винтовки, я имею в виду. Ну, там, пистолет хороший, нормальный, огнестрельный, да. А так вот, ну, то есть, револьвер Флабера, то есть, скорость полета небольшая, но психологический эффект довольно сильный. Оно пороховым зарядом, как бы, громко бахкает, бьет по нервам. Барабан на 9 патронов, который практически не дает осечку. Ну, эффект производимый довольно сильный. То есть, если вы, ну, человека раните, он продолжать уже не сможет на вас нападать. Значит, о чем я хочу сказать? Вот целый арсенал. Ножи, револьверы, там, всякие пистолеты травматические, газовые, электрошокеры, да. Как это все нужно носить? Во-первых, вы должны понимать, да, вот возвращаемся к ситуации, что вы идете с ножом, вас останавливает полиция. И, пожалуйста, на каком основании, что это за оружие, пройдемте и так далее. Вы должны понимать, что этот предмет оружием не является. По причинам, которые я указал выше. Что, ну, оружие должно соответствовать целой куче технических параметров, чтобы быть оружием. И, поскольку оно оружием не является, то здесь проблемы, ну, проблема может быть только одна. Сотрудники могут вам заявить, что для них не очевидно, что это не оружие. Ну, то есть, да, с точки зрения вот закона, да, они как бы имеют право. Откуда мы знаем? Вот оно, может быть, выглядит мягкой сталью, а на самом деле это супер какая-то сталь. Типа замаскированное оружие. Ну, это доходит уже до маразма, но дело в том, что возразить им будет трудно. То есть, для нас это не очевидно. Очевидно. Поэтому пройдемте с нами. Мы вас как бы задерживаем для выяснения, что это такое и так далее. И вот там все это отдадим там на экспертизу или что-то такое. Естественно, ни до чего до этого не дойдет. Но, понимаете, если вы их спровоцировали своим каким-то нехорошим поведением или они такие злые, хотят к вам придраться, то да, они смогут вас увезти все-таки в отделение. Но если вы несете нож, который вы купили в специальном магазине, и у вас есть техническая справка на него, что он оружием не является, то лучше носите ее с собой. Если вы носите с собой документы, то там же носите вот эту справку. И если сотрудники вас остановят за этот нож, то в первую очередь ведите себя крайне вежливо. Попросите у них, чтобы они вашу позицию поняли. Попросите у них документы. Внимательно изучите их фамилии, кто они такие. И после этого объясните, что все нормально, у меня есть справка. То есть фамилии я ваши уже знаю. Вот вам, пожалуйста, можете посмотреть. То есть оружием не является. И вы должны понимать, что отобрать у вас этот нож, они могут только на основании хулиганских действий по протоколу с привлечением понятых. То есть у них должно быть конкретное законное основание. Если они хотят у вас изъять этот предмет, то документально должно быть объяснено почему. То есть, пожалуйста, что я сделал, почему, какое основание, понятые расписались, как бы все все видели, все все подтвердили и так далее. Если такого нет, то вы должны очень вежливо объяснить сотрудникам, что процедура, это вам известно, как все положено делать. И что, естественно, вы будете жаловаться в установленном законном порядке. Но опять-таки напоминаю, что фамилии их вы уже знаете. С этого нужно начинать. То есть обращайте, пожалуйста, внимание на это. Вы должны быть вежливы и очень вежливо просить их представиться. И тогда вы можете рассчитывать на нормальное развитие ситуации. Не нужно чувствовать себя уверенно, не нужно разбрасывать ноги в разные стороны и развязанным каким-то голосом говорить, что вы мне ничего не сделаете, потому что я прав. То есть не нужно так разговаривать с полицией. И когда полиция к вам подходит, будьте собраны, вежливы, благоразумны. Это ускоряет очень сильно процесс. Это вам меньше проблем принесет. Ну, вроде бы рассмотрели базу. То есть что оружие, что не оружие. Как его носить, что говорить полиции. То есть то же самое револьвер Флабера. Тоже на него техническая справка будет. То есть, понимаете, вам могут сразу начать ломать руки там за спину, заламывать за огнестрел. Вам нужно быть собранным, вежливым, как я уже сказал, и успеть проинформировать сотрудников, что это не является огнестрельным оружием. Это лишь копия настоящего огнестрельного оружия. У вас техническая справка на нее есть. Вы носите в кабуре при себе. Вы никаких хулиганских действий не совершили. Вы им не размахивали. Более того, если вы собираетесь, не знаю, где-нибудь там в людном месте, там в метро или в супермаркете находиться с этим револьвером, так что его могут увидеть, то желательно, желательно, чтобы он был разряжен. То есть это, конечно, проблема разряжать и заряжать его, понимаете? Но если вы идете в какое-то место, где вы действительно или собираетесь светить своим оружием, или вы понимаете, что его будет видно, и люди могут обращать внимание, как бы, и понимаете, в общественном месте, где куча народу, вам применять-то его не нужно, а людей пугает, он у вас заряжен. То есть, ну, с какой точки зрения вы собираетесь потом быть правым перед полицией? Да не будете вы правы, потому что, ну, вам он здесь не нужен, но он у вас при себе и заряжен, понимаете? Поэтому, ну, если да, вы на темной улице один, то да, вас просто могут, ну, заподозрить, что вы потенциальный преступник, либо не потенциальный, а конкретно преступник, а может быть, даже какой-то конкретно, которого они ищут. Вот, но вы объясняете, что так и так, самооборона, все разрешено, все по закону, вот бумажки, они от вас отстали. Хорошо. Следующий пункт, очень важный, более остро всех интересует. Как нужно применять оружие? У вас есть нож, пистолет, электрошокер. Возникает конфликт какой-то силовой на той же улице, да? У вас спросили, почему вы без шляпы? Ну, так образно выражаясь, да, на 90-е, вот, возвращаясь в прошлое, в прошлое, в 90-е года. Почему без шляпы? Или купи кирпич. То есть, завязался конфликт, и люди делают частенько так, достают, например, нож. Вот, молодежь любит, ох, как я вот это наблюдаю, даже в кино, но в жизни тоже. Достает какой-нибудь выкидной нож, или какую-нибудь бабочку, которой он играется целый день, и говорит, ну, все там, не подходи ко мне, сейчас я тебе... Люди, я должен вам объяснить, это большая-большая ошибка. Большая ошибка. Нельзя показывать своему противнику оружие, если вы не собрались его немедленно применить. то есть, когда вы достаете нож, вы предполагаете, что? Ну, может быть, вы неизвестно, что предполагаете, может быть, вы сами не понимаете, зачем вы его достали, но в целом и общем, нож, как средство самообороны, рассматривается в каком ракурсе? Что вы, обороняясь, можете человека порезать, или ранить, там, проколоть его, чтобы он не нанес вам какие-то более тяжкие, там, повреждения, либо, чтобы не отнял вашу жизнь. То есть, самооборона рассматривается всегда в таком ключе. То есть, вы хотите предотвратить что-то более... Ну, то есть, вы наносите вред при помощи оружия, чтобы предотвратить явно, вот, угрожающий вам более сильный вред, более тяжелый. То есть, нож, да, предназначен для прокола и для пореза. Ну, так вот, скажите, вы вытащили нож, вы собираетесь его немедленно сейчас заколоть этим ножом? Или порезать? Если нет, зачем вы достали его? Что происходит, когда вы достаете оружие и показываете его противнику? Во-первых, вы вызываете в нем дополнительную агрессию, потому что человек нападает на вас. Как правило, с... ну, если он не абсолютно сумасшедший, то он нападает на вас с расчетом, что он довольно... ну, как бы с расчетом, что он с вами справится, что он победит. И он так задумал, так решил, запланировал. Он понимает, что, конечно, ну, бывают какие-то там люди, может быть, вы окажетесь очень крепким спортсменом, дадите отпор, может быть, он не рассмотрел. Но, как правило, люди не любят рисковать, они хорошо присматриваются и нападают, когда им казалось, что все хорошо, что все закончится быстро. Вы создаете им очень большое затруднение, показав вот этот нож. Это, ну, во-первых, агрессия, как я уже сказал. То есть, ага, то есть, вот какой ты, угу, то есть, с тобой будет трудно. Ну, ладно, ладно, сейчас я тебе покажу. Во-вторых, вы информируете его, что у вас есть этот нож. Он смотрит, все, он перестроился по новой, он уже не подойдет к вам, понимаете? Он уже не подставится, неаккуратно. Он увидел, что нож у вас есть. И если он не один, то вас начнут там заходить с разных сторон, там, я не знаю, поднимать какие-то предметы с земли. Вы ставите себя в крайне невыгодную ситуацию. Крайне невыгодную. Потому что вы всем продемонстрировали, что у вас есть с собой, и люди начинают действовать, исходя из этого. Информация. Я рассказывал это в обучающем видео по танкам, что информация ключ к победе. Как бы, вот они увидели, что у вас это есть. Нельзя им было этого знать, понимаете? Им нужно было спокойно подойти и там, как-то близко стоять возле вас. А вы могли бы действовать. Но, по поводу действий конкретных, я уже сказал, что самооборона вещь специфическая. И когда вы предпринимаете какие-то действия, вы должны отдавать себе отчет в том, почему вы это делаете. То есть, понимаете, подошел к вам человек, оскорбил вас и сказал, я сейчас набью тебе лицо. Вы достали нож и зарезали его. То есть, вы будете сидеть в тюрьме. Вы убийца. Понимаете? Потому что этот человек максимум угрожал вам чем? То есть, он мог разбить вам, например, нос. И, ну что, у вас бы там побежала кровь. И, то есть, потом бы это все зажило очень быстро. Буквально за два дня. И какой ущерб вашему здоровью нанесен? Понимаете? Люди постоянно путают ущерб собственному достоинству и гордости. С ущербом здоровью. То есть, вы подумаете, вот вас решили там побить. Вас побили. То есть, нанесли. несколько ударов по лицу, сбили вас на землю и нанесли несколько ударов ногами. Вот. Что вам сделали? Вам отбили почки и вы теперь не можете жить нормально? Нет. То есть, ваши почки на месте. Там у вас какой-то разрыв внутренних органов в животе? Нет. Там, я не знаю, что еще. Ну, то есть, понимаете, проходит два дня, на вас остается несколько ссадин и через неделю от них и следа не остается. Какой ущерб организму? Ущерб совершенно небольшой. Другое дело унижение достоинства, понимаете, унижение гордости. То есть, да, негодование, обида, то есть, это очень-очень, ну, очень человеком движет, как бы он хочет мести, он хочет удовлетворения, он хочет наказать обидчика. Это все понятно. То есть, это соперничество, инстинкты, природа. Но когда речь идет об ущербе, понимаете, ущерб планировался совершенно небольшой. Если вы человека застрелили или зарезали, вы убийца. Вы будете сидеть. Еще один момент, который здесь хочу рассмотреть. Я так говорю, очень просто, вы там застрелите, вы зарежете. На самом деле, этого практически никогда не бывает. Не бывает почему? Как правило, люди, особенно молодые люди, особенно подростки, которые носят такие предметы с собой, которые являются оружием прямо либо косвенно, обычно не отдают себе отчет, к чему это приводит. Им кажется, что какой-нибудь нож с собой уже сам по себе придает уверенности и придает шансов на успех в какой-то конфликтной ситуации. На самом деле, это чушь, дичайшая чушь. Почему? Потому что тот же нож, он помогает только против тех людей, которые боятся вас изначально. То есть, вы достали нож и он вас боится. И все, вы ему там что-то рассказываете, диктуете, что-то он делает. То есть, да, разве что поэтому. Обычно этим пользуются трусы. То есть, молодые люди, которые воспитаны очень-очень неправильно, являются носителями спортивных костюмов Абибас с китайского рынка и всяких кепочек и очень любят кушать семечки. Они обязательно там какой-нибудь нож, бабочку кладут в карман и найдя там вдвоем особенно или втроем какого-нибудь слабого какого-нибудь такого, ну, не знаю, неважно, студента где-то на улице начинают к нему приставать и если нужно угрожают ему ножом. А чаще получается, что угрожают ему ножом даже не там, где нужно, а просто, чтобы показать вот какой я, вот у меня нож, я тебе угрожаю, чтобы что-то почувствовать, какой-то прилив, ну, не знаю, прилив чего-то. Мне трудно на самом деле объяснить, но это все природные инстинкты, да, вот какой я крутой, у меня есть нож. Так вот, против реального, ну, вот в реальном конфликте не помогает, почему? Потому что когда возникает, ну, вот ситуация уже переходит всякие границы, да, у вас возникает выбор, применять этот нож или не применять. и у меня был случай в жизни, был случай, когда я встретил трех товарищей, которые, как впоследствии оказалось, нам совсем не товарищи. Эти три товарища, они были еще в сопровождении девушки, но это им не помешало. Предположительно, так, по моим прикидкам, они были в состоянии там, наркотическом, ну, то есть, под воздействием наркотических веществ, потому что совершенно неопределенно себя вели, непонятно было, чего они хотели. Вот, они очень агрессивно напали на меня, дело в том, что был мороз минус 25 градусов, и все были очень плотно одеты, очень тепло одеты, то есть, в дубленках, там, свитера такие плотные под этим всем. У меня был с собой нож, раскладной, но, скажем прямо, не боевой нож, то есть, это больше похоже на садовый инструмент какой-нибудь, он не заканчивался острием, то есть, он не предназначен для прокалывания, в принципе, то есть, у него тупой, ну, вот, конец, край, да, только, только резать можно этим ножом. Так вот, передо мной стал выбор, когда на меня напали, люди очень плотно одеты, эту одежду не прорезать, то есть, проколоть бы можно было, да, но нож к этому не предназначен. Отсюда выбор, или резать по лицу, или ничего не делать. И вы знаете, на тот момент, я был довольно молод, и я подумал, подумал, и не решился резать живых людей по лицу. И с этой ситуацией могут столкнуться там 90% из вас, либо 95% из вас, то есть, вот вам оружие, вот, стреляй в человека, пожалуйста, убей его, да, там, прострели ему колено, как в кино показывают, Робокоп там, такой крутой, ба-бах, там, прострелил, да не сделайте вы этого, потому что у вас страх за ответственность, потому что вы знаете, что это большие очень проблемы, это он окажется неизвестно кем, там, будет суд, его родственники все деньги бросят адвокатом, чтобы вас посадили, у него окажется сразу 100 тысяч мам всяких сердобольных, там, которые за своего сыночка там молятся ночами, вот, которые будут молиться, чтобы вы сели в тюрьму, вот, окажется куча связей, понимаете, просто так, даже без связей от полиции вы потом не отмажетесь и не отвяжетесь, страх ответственности, он, как бы, сковывает, то есть, вы предмет этот достали, а применить его вы не можете, и поэтому, вот, вы нож держите в руке, а на вас наступает, наступает человек, ну, вот, возьмите и воткните этот нож ему в печень, да не сделаете вы этого, понимаете, не сделаете, поэтому, я хочу обратить ваше внимание, не страдайте, пожалуйста, никогда маразмом, то есть, если у вас какой-то предмет есть с собой, то объясните себе, в первую очередь, зачем он у вас, я тоже в юные, совсем там, школьные годы, было, что носил с собой нож-бабочку, но я его, ну, я знал перед самим собой, что мне просто нравится им играться, я не стесняюсь показать его людям при свете дня, ну, вот просто, да, людям, которые могут меня понять, там, ребята там, одноклассники, там, вот где-нибудь отошли, где лишнее там, не видят, и там, а ну, дай ножик, дай ножик, там, ну, поиграли, все, интересно, все, но я не ходил, я не держал его ночью в кармане, за тем, что кто-то на меня нападет, я его достану, и стану этим ножом угрожать, или обороняться, или кого-то протыкать и резать, ни в коем случае, если он у меня с собой и был, где-то там ночью в переулке, то только потому, что я его просто переносил с собой, но никакой цели, применять его как оружие, у меня никогда не было, а если вы, наивно полагаете, что вот вы взяли нож, и все теперь у вас будет хорошо, вы теперь так вот обороняетесь, вы теперь вот, на вас кто-то напал, а вы тут достали нож, да ничего не получится у вас, ничего, либо вас просто вырубят, и нож этот, предположительно, куда-нибудь вам засунут, либо вы человека действительно проткнете, и окажется, что он вам ущерба даже не успел нанести никакого, а тот, который собирался, он очень маленький ущерб, а вы его очень тяжело ранили, и вы сядете, поэтому, ой-ой-ой, пожалуйста, осторожно. Дальше, хочется рассмотреть такой пункт, что является превышением самообороны, что не является, то есть уже поговорили, да, уже вы поняли, что, ну вот, про соизмерение ущерба, да, вы должны понимать, что он хочет вам сделать, и как вы хотите этот ущерб предотвратить. Есть такой пункт, не знаю, опять-таки, в разных странах может немного отличаться, но, по крайней мере, в украинском законодательстве есть, в уголовном кодексе, такой пункт. Не является превышением необходимой самообороны, необходимая самооборона, понимаете, термин юридический, не является превышением необходимой самообороны, никакое применение там никакого оружия, то есть вы можете использовать там все, что угодно, там, любые пистолеты, там, гранатометы, любые ножи, кирпичи, топоры, все, что угодно, если на вас совершено вооруженное нападение, либо групповое нападение, то есть вы поняли, да, на вас конкретно с разных сторон группой кинулись, с целью вас, ну, я не знаю, что сделать, там, предположительно, убить, я сейчас опять-таки затрону этот момент, либо, человек с оружием конкретно угрожает вашей жизни, сейчас может вас застрелить, то есть, если вы сможете, там, как-то убегая, там, я не знаю, что-то подобрать, что-то очень тяжелое с земли, там, его как-то убьете, то да, может быть доказано, что вы не превысили никоим образом, мер необходимой самообороны, и вот тут опять хочу заострить ваше внимание, дело в том, что многие люди наивно полагают, что уголовный кодекс, вот если в нем найти лазейку, вот я такой крутой, мне 17 лет, или 18, я вычитал одну статью в уголовном кодексе, или услышал на канале на ютубе, как кто-то что-то говорит, и я теперь, о-хо-хо, я теперь могу купить пистолет, и ходить и ждать, пока на меня нападут там трое или четверо, напали трое или четверо, я их всех застрелил, и все, я безнаказан теперь, никогда этому не бывать, никогда, потому что, довожу до вашего сведения, что когда дело касается полиции, судов, следствия, вашей жизнью, или жизнью, скажем так, судьбой подследственного, распоряжается не уголовный кодекс, поверьте мне, а процессуальный, потому что уголовный кодекс, он только задает общее правило, он говорит, как в принципе можно, и как в принципе нельзя, нельзя, а вот процессуальный кодекс, это, это такая машина, понимаете, вы должны пройти через, через всю эту систему, вы должны пройти через все справки, там, доказательства, вот, сопоставление фактов, рассмотрение на суде, понимаете, и вы должны будете, вот, на вас напал вооруженный человек, да, и вы его убили, и вы не боитесь за себя, вы говорите, ну как, в уголовном кодексе написано, да, что групповое, либо вооруженное, я оборонялся, ну, я его убил, это не является никак, превышением самообороны, но, докажите, докажите, что этот человек, вас бы убил, а как вы это докажете, ну, вот, действительно, а как вы это докажете, допустим, вы директор банка, и имеются, как бы, записи угроз, очень сильных угроз, от вашего, какого-то, конкурента, там, запись на мобильном телефоне сделана, там, или на диктофоне, где вы встречались, он угрожал вас убить, там, требовал от вас, там, большую сумму денег, или уступить какую-то сферу деятельности, вот, и, пожалуйста, то есть, на вас напал человек, который, он был с оружием, он, как бы, хорошо подготовлен, имеются сведения на него, что он какой-то там профессионал-наемник, вот, он стрелял, он вас там ранил, или, ну, не ранил, но стрелял в вас, вы его в ответ убили из пистолета, и было доказано, что он связан с этим вашим конкурентом, там, была выстроена вот эта вся цепочка связи, и, да, то есть, суд признал, что действительно этот человек имел конкретное намерение вас убить, и вы своими действиями, вот, чудом себя спасли от смерти, вот, он преднамеренно, запланированно там сидел в засаде, как бы, хотел убить вас, хорошо, и вас оправдали, и то, это сложно, но оправдали, как бы, вы остались на свободе, ну, а теперь представьте себе, представьте себе, на улице на вас напали, ну, и что они хотят, конкретно смерти вашей, ну, как вы это докажете, вы не докажете этого, понимаете, люди обычно хотят чего-то материального, они хотят отобрать у вас деньги, кто-то хочет поразминаться, там, спорт, просто выключить вас, там, почувствовать какие-то звериные инстинкты, там, и все, и ни на каком суде, ну, я не знаю, сколько денег нужно адвокату заплатить, чтобы доказать, что этот человек, вот, вас хотел убить, вот он был вооружен, да, вот он достал пистолет, он достал пистолет, и я его сразу убил, ну, а потом оказалось, что этот пистолет травматический, и он вам мог нанести, ну, серьезную гематому, вот и все, понимаете, ну, гематома, вы понимаете, да, что такое гематома, большой-большой синяк, вам было бы больно, он мог вам, ну, попасть в ребро, и сломать ребро, неизвестно, насколько прочные у вас кости, но вы понимаете, соразмерность ущерба, вы со сломанным ребром, две недели поохали, постонали, и он мертвый, и вас посадят, понимаете, процессуальный кодекс, вот вы докажите, докажите на бумажке, понимаете, да, у нас в стране, все делается через бумажки, вот, в госаппарате, докажите на бумажке, что вы правы, не можете, не носите с собой оружие, это одно из, один из тех основных пунктов, вот, к чему я вас призываю, еще хочется одну рекомендацию дать вам, вы знаете, бывают ситуации, все-таки, да, как я сказал, бывает, встречайте вы товарищей, которые, как впоследствии, оказывается, вам совсем не товарищи, и я хочу, такой пункт, вам, рассказать, возможно, это не самое лучшее, что можно посоветовать молодежи, но если кто-то считает себя ответственным, взвешенным, разумным человеком, и, носит с собой что-то, там, травматический пистолет, может, ну, может, какой-то нож, там, я не знаю, но с моей точки зрения, уж лучше травматический пистолет, потому что, приблизительно, характер травмы, которую вы наносите человеку, он определен, и вы, ну, травма это внешнее, а нож, это очень опасно, то есть, чуть-чуть не так, ну, то есть, либо вы его не применяете совсем, либо, если вы его применяете, что бывает редко, но все же бывает, да, то, неосторожным движением, вы человека можете убить, вы сами не можете за это ручаться, точно, поэтому лучше внешние травмы, электрошокер, хороший, качественный электрошокер, вот, либо травматика, вот, но стрелять, ну, тот же револьвер Флабера, понимаете, проникающие вот эти все травмы, они очень-очень потом юридически вам будет сложно отмазаться, то есть, обвинения против вас будут гораздо более серьезными, я хочу, чтобы вы понимали это, ну, так вот, все же, бывают ситуации, о которых я хочу вам сказать, когда, да, вы встретили кого-то нехорошего, вы должны понять, кто находится перед вами, потому что люди есть, знаете, просто дворовые какие-то хулиганы, которые чувствуют себя очень развязно, но вы должны понимать, что эти все люди, они живут в семьях, у них есть родители, как правило, ну, вы же понимаете, сорокалетние мужчины не хулиганят, то есть, человеку может быть, ну, 22 года, но, как правило, он еще с родителями живет, если он так себя ведет, ну, там, за исключениями, конечно, он может жить там где-то, в каком-нибудь общежитии, там, работать на заводе, и продолжать вести такой образ жизни, ну, бывает всяко, но все равно родственники есть, там, братья, сестры, родители где-то, они все за него переживают, если вы что-то с ним сделаете, то родственники поднимут очень большой шум, есть люди, чей образ жизни конкретно более заточен, вот в такую, в уголовную сферу, то есть, они, как правило, более одиноки, отчужденные от других, если у них там есть какие-то мамы, папы, то они, как правило, на расстоянии держатся, очень удаленно общаются с ними, не рассказывая, не пуская в свой образ жизни, если вы видите, ну, понимаете, нужен небольшой опыт, то есть, глазом нужно уметь определить, кто, с кем вы имеете дело, если это люди, конкретные, матерые, вот, отъявленные уголовники, ну, пусть не такие, как в кино, да, но вы встретили, они отличаются от шпаны, они очень напористые, они очень, видно, что по разговору, по всему, они очень опытные, вот, в таком сфере, вот, конфликтов, наездов таких, видно, что это их, как бы, годами уже любимая деятельность, вот, то вы должны запомнить одну такую простую вещь, эти люди никогда не напишут заявление в полицию, потому что у них с полицией особое отношение, они не могут пойти туда и сказать, я гражданин такой-то, который проживает там-то, который там, работает там-то, и я вот, где-то там прогуливался, да, и на меня вот, человек там напал, он не сможет такого написать, потому что, во-первых, они были компанией, во-вторых, по его типажу, уже совершенно понятно, как к нему нужно относиться, полицией, в-третьих, он может быть уже на условном сроке, такие люди постоянно на условных сроках ходят, он не будет никогда писать заявление, он никогда не пойдет в полицию, вы должны это понимать, поэтому, если вы можете нанести человеку какой-то ущерб, за который боитесь, что потом, может быть, придется отвечать, то в данном случае вам нужно бояться гораздо меньше, то есть, как правило, даже если вы металлической трубой разобьете такому человеку лицо, вот, и отгоните его друзей, то друзья его потом утащат, и кто-то его там где-то отходит потом, но, никакое заявление написано не будет, и даже если вы, ну, я не знаю, ну, просто, если вы прострелите человеку, и прострелите человеку ногу, его доставят в больницу, то, ну, уже сами врачи обязаны будут информировать полицию, полиция приедет, будет допрашивать, именно поэтому я говорю, что проникающее ранение, они гораздо больше проблем приносят, но из того же травматического пистолета, если вы человека через одежду, даже расстреляете двумя-тремя выстрелами, то он потеряет всякую способность проявлять агрессию, ему будет очень-очень плохо, он может потерять сознание вообще, ну, потому что травмы наносятся серьезные, как бы это не маленький синячок, но и опять-таки, вам потом ничто не угрожает, то есть вы уйдете, и никакая полиция искать вас не будет, поэтому если действительно тяжелая ситуация, я поймите, не призываю вас распускать какую-то там агрессию, или там чувствовать себя вот теперь с оружием там по-другому, что ага, мы теперь знаем, как всех наказать, не нужно никого наказывать, я практически постоянно ношу с собой что-нибудь, что-нибудь, что перед лицом закона не является, оружием там или какой-то конкретной угрозой для окружающих, но я всегда знаю, что применять я это могу только в таких самых крайних ситуациях, что, ну, понимаете, большую часть конфликтов я вообще словами решаю, то есть такие моменты, ну, это уже психологию больше нужно учить, когда мы идем втроем с друзьями, но мы совсем еще юные, вот это очень-очень большой такой верзила предлагает нам, нас всех тут троих положить в асфальт закатать, и мы начинаем с ним общаться, я начинаю с ним общаться, через минуту он уже наш друг, и мы идем с его точки зрения, мы идем вчетвером кому-нибудь начистить лицо, на самом деле мы его отводим куда-то за угол, резко на него нападаем втроем, вот он складывается на землю, и мы уходим, вот потому что нам нужно только избавиться от него, мы не ищем дополнительных проблем никаких, мы трезвые, у нас свой маршрут, нам просто куда-то надо пройти, этот человек очень сильно нам мешал и угрожал, только и всего, но оружие, не знаю, я всегда настолько напоследок его берегу, чтобы, ну если уже совсем никак иначе, ну такие случаи, не знаю, при сознательном каком-то разумном образе жизни, очень редко происходят, очень редко, и так рассмотрели все основные моменты, пожалуйста, вот хочу подытожить, будьте благоразумны, во-первых, не носите с собой лишнее, это не круто, это опасно, носите днем, показывайте друзьям, но не носите вечером, если вы берете с собой нож, то пожалуйста подумайте, готовы ли вы проткнуть этим ножом человека, и если у вас нет денег на адвоката, то подумайте, так ли вы хорошо разбираетесь в юриспруденции, чтобы на суде потом доказать, что это была необходимая самооборона, если вы не можете, вы сядете, вы сядете, поэтому думайте, думайте, еще раз думайте, желаю вам всем удачи, поменьше проблем на улицах, и обращайтесь, обязательно еще на какую-нибудь хорошую тему мы с вами поговорим, всего доброго.